Это река Мзымка, ребята, а нам нужно попасть вот сюда. Ребята, всем привет! Вы на канале Семья на чемоданах. Меня зовут Славян, вот мой инстаграм. Подписывайся, если ты еще этого не делал, там наши путешествия сможете видеть онлайн. Я сегодня вас приглашаю в новый выпуск и погулять на одном из лучших, в принципе, пляжей Адлера. Это пляж Мандарин, он же называется Замечужина Сочи. Там же есть еще пляж Чайка, он такой длинный, мы по всему ходить не будем, мы посмотрим именно вот этот пляж. Посмотрим, как там дела. В общем, погнали в новый выпуск. Итак, смотрите, можно на машине заехать на ту сторону, но я не стал этого делать, потому что там всегда все стоит, сильные пробки. Поэтому, как из лайфхаков, можно оставить машину вот здесь. Здесь предостаточно всегда места. Вот это пляж в Сочифоне. Посмотрите, предыдущий выпуск, я его показал и какая там готовность к сезону. А мы с вами сейчас пойдем вот сюда. Здесь такой есть туристический проход, где гостевые дома. Посмотрим, какая там атмосфера. Вообще, я здесь ни разу не ходил, но такая вот тут набережная, есть заросли, даже есть мусорки. И, в принципе, я сколько раз смотрел, здесь достаточно многолюдо. Вот, видимо, люди ходят от этих десятьевых домиков на пляж в Сочифоне, либо в ту сторону Сириуса. Ну, здесь, в принципе, ничего интересного нет. У нас, кстати, сегодня по-настоящему, как-то по-летнему, жарко. И если нам позволит вода на мандарине, мы обязательно там искупаемся. Ну, вы сами видели цвет музыкта. Поэтому досматривайте до конца, посмотрим. Вообще, конечно, туристический проход это достаточно узкий, учитывая, что здесь ездят всякие самокаты, ездят на велосипедах. А здесь вот такие есть гостевые дома. Кстати, кто в них отдыхал, пишите, пожалуйста, в комментариях, как вам тут. Мы идем сейчас в сторону моста. Нам нужно попасть вот на вот этот мост и перебраться на ту сторону. Здесь есть такая территория фудкорта, достаточно различных заведений, и мы попадаем на мост. Чтобы попасть на мост, можно по лесенкам, а можно по специальному пандусу, кто-то с колясками. И будем сейчас перебираться на ту сторону Адлера. Покажу вам вид с моста на реку. Я вот не пойму единственное, почему река такая бурная и цвет воды нереальная грязь. Хотя дождей не было. Но я так предполагаю, что это из-за того, что снег тает, из-за того, что стоит сильное. У нас тепло летнее, по-настоящему летнее. Видимо, поэтому и реки с гор текут. И вид на ту сторону. Раньше здесь была вот такая коса от пляжа Мандарин. Сейчас из-за сильных дождей, когда у нас шли, мы заметно, просто все разбило и тупо в море. Смотрите, как бурлит. Ну что, мы подходим уже к завершению этого моста. Здесь есть торговый центр и, соответственно, комплекс Мандарин. Есть опорный пункт милиц и есть сквер. Хочу показать вам немножко сквера. Тут такие красивые высадки. Все очень аккуратно подстрижено. Такая зеленая адренская зона. Есть пальмы, есть старинные огромнейшие кипарисы. Видите, там такой теневая уже такая зона. И там есть отличная детская площадка. Сейчас с вами там пройдемся. Здесь набережная реки Мзымты. Здесь всегда очень много людей. Даже в медсчезоне было просто очень-очень много. Классная локация. Погулять с детками, покататься на каком-то транспорте. Есть магазины. Это прям, можно сказать, прям такой центр. Ну, по крайней мере, движевая, очень движевая часть города Адлера. Дорожки туда уходят и дорожки уходят налево. Давайте я покажу вам детскую площадку, а то мне многие говорят, показывай, куда сходить с детьми. Вот я показываю вам. Вот тут можно покататься с детьми. А там дальше будет очень классная детская площадка. Сейчас я покажу. Ну, тут открыли всякий тир традиционно. Вот. Вот она детская площадка. Мы тоже очень любим здесь находиться. Ну, дети, точнее, любят. Вот. Она клевая. Так что, кто с детками, приезжайте на вот эту локацию. Вот тут готовят клумбы. Высадка будет, короче, будет еще красивее. Ну, вот вы на набережной реки. Здесь вы можете заметить, что есть велосипедная велодорожка для самокаток, для велосипедов. Людей очень много, поэтому, кто берет самокат в аренду, угоняйте очень аккуратно. Особое внимание уделяйте детям. Нежелательно отпускать, потому что случается очень много аварий именно с детьми. Тут все наоткрывалось и продолжают еще открываться всякие кафешки и рестораны. Есть вот такие вот чалаут зоны, где можно просто посидеть, отдохнуть со своими мыслями. А вот сюда направо, уходит, получается, вход в комплекс мандарин. Он из себя представляет множество баров, ресторанов, всяких разных таких развлекательных заведений, которые работают. Многие из них работают до утра. Поэтому, кто и любит потусить, то, конечно, велком в эту часть города. Также тут очень много таких фастфудных заведений, типа кефиси, там что-то, Макдональдс, пиццерин. Вот играет уже музыка. Короче, здесь всегда движуха. Так, и мы с вами вот уже почти, почти пришли на пляж. Можно вот здесь зайти, но там нет особо ничего интересного. Поэтому давайте мы с вами вместе пройдем сейчас по набережной и я вам покажу главный вход. Здесь из интересного. Вот раньше здесь стояли бунгалы, их убирали, да, на зиму. Сейчас бунгалы все расставили по пляжу. Пойдем посмотрим, как их расставили. И вот есть волейбольная площадка, где все желающие могут поиграть в волейбол. Так, а тут набережная продолжается. Велодорожка, соответственно, тоже продолжается. Как я уже говорил, очень много интереснейших ресторанов. Есть дешевые рестораны, есть дорогие рестораны. Как говорится, на любой вкус и цвет. Открыли здесь вот это заведение. Играет музыка, диджей. Такая тусовочная локация. Называется Виноград. Тут еще очередной вход. Получается такой главный вход в этот весь комплекс мандарин. Вот он, вход в Виноград-бич. Ну что, посмотрите, как здесь классно сделали. Широченная береговая линия. Бунгалы, лежаки. Все очень и очень круто. Есть душевые кабинки. Люди уже ополаскиваются, знают, что-то купается. Мы посмотрим, что там заводится. И давайте сами пойдем на пляж. Настилы есть. Душевые. Есть переодевалки. Есть. Самое главное, посмотрите, сколько людей. И это еще немного. Ребята, это только первые числа мая. То ли еще будет. Так, здесь есть, значит, массаж. Даже есть информация, как правильно делать массаж. Вот такие вот бунгалы соломины. Очень классные. Безумное количество, ребята, людей. Просто огромное. Я не знаю, летом, конечно, здесь, наверное, даже здесь лежат прямо возле входа. Ой-ой-ой. Я бы, конечно, запустил дрон посмотрел, как это все выглядит сверху. Ну да ладно. Там, значит, вышка спасательная. И есть те сапы. И все. Не знаю, ребята, просто сами смотрите на это количество людей. Очень много. Но, по крайней мере, даже есть еще. Еще есть места, которые можно, так сказать, уединиться, да, отойти вот куда-нибудь туда, к выходу, к входу и попыть там в одиночестве. А тут... Да. Но этот пляж классный тем, что здесь песок. С детьми здесь особый кайф. Но как альтернатива, если в Сириусе, то это пляж Рэдисон. Вот эти ребята лежаки. Это уже начинается пляж Чайка. Тут есть центральный вход. Там же есть вывеска. Я люблю пляж Чайка. Есть вот такие зоны с пуфиками, да, тоже их можно арендовать. Здесь так стройку до сих пор не закончили. Что-то мутят. Фу, какой тут запах интересный. Нет. Наверное, купаться мы не будем. Ну ладно, сейчас пройдемся туда подальше от реки Бзымта. Посмотрим, посмотрим, короче, как там. Но не знаю, не знаю. Как всегда на волнорезах рыбаки, но никто не купается. В крайней мере, я пока никого не заметил. Как вы в комментариях пишите, много это людей или еще мало? Я, конечно, подозреваю, что это относительно какого-нибудь июля либо августа. Это почти вообще никого нет. Это так. Это так. Это так. Но учитывая, что буквально несколько дней назад здесь было пусто, то это много. Вот пошла вторая часть пляжа Чайка. Здесь вот такая члаут-зона. Если вы помните, как-то снимал, волна доходила прямо до сюда. А сейчас вот морюшко спокойно. Видите, как пляж получается, естественно, сразу увеличился. Я еще хочу пройтись на волнорез. Посмотрим с волнореза, как это все выглядит. Я бы, конечно, очень хотел тут полетать, но увы, тут полеты запрещены. Бесполетная зона, туда же он не даст подняться дрону. Ну, пойдемте, посмотрим. Слушайте, водится очень-очень грязно. Гляньте, гляньте, какая вода. Сейчас дойдем до рыбаков и оттуда посмотрим на гид. Вот такой вот цвет у морюшка. А вот так это выглядит все, ребята, с волнореза. Но не особо очень много людей. А вот и купаются уже люди. Вон, видите? Но я, если честно, не любитель в такой воде купаться, поэтому, пожалуй, пас. Видите, какая мутная. Ничего не видно. Хочу показать немножко набережную, которая находится здесь. И вы ее можете сравнить с набережной, в Сочи, с Иберитинкой, главное. Самое важное, что я вам показал. Вот набережная в ту сторону, здесь есть столовка сразу и набережная в ту сторону. Давайте пройдемся по набережной. Вы оцените эту атмосферу. Для кого-то это очень рады. Да и пляжи. Очень любит тут отдыхать. Я, конечно, не особо люблю вот эти все волнорезанные истории, но в целом, говорю кому-то, это очень и очень нравится. Ну вот, с другой стороны. А что? Зашел, понырял, попрыгал. Это же весело и отлично, да? Согласны со мной? Еще даже лежат на силу, значит, не везде их постелили. Да, но в целом-то еще по кайфу же. Согласны со мной? Здесь, кстати, ничего не изменилось в последний момент, как мы тут гуляли. Для детей ничего нового не завезли. А вот, кстати, он официальный вход на чайку, видите? Шикс. Вот так вот. Вот, вот, о чем я говорил. Здесь так было все разбито, они побелили все. Ну, красавчики. А здесь вот сделали зону, здесь была тупо стройка вот эта, крыши. Ее вот сделали. Я не знаю пока что будет, но посмотрим в ближайшее время. Пойдем немножко пройдемся по пляжу, оценим эти настилы. Ну, тут пока, видите, идет реконструкция. Ну, по крайней мере, они вот все подшаманили, и это не может не радовать. Я думаю, еще на, как они называются, на качельки положат мягкие подушки, чтобы было очень комфортно сидеть. Ведь это, типа, такая лятиневая зона, наверное, придуманная. Очень много детей, родителей. Отлично, что на майские выбрались. Ну, сразу, это вот прям по щелчку, как было даже 30 апреля, и как стало там 1 мая, там 2, сейчас 3. Да, разница вообще ощутима. Особенно, да, кто-то за нами следил, смотрел, какие здесь дела были в межсезонье. Да, я думаю, вы понимаете, про что я говорю. Кстати, это вот все дальше идет пляж Чайка, и он достаточно длинный. Порой такие запахи идут канализационные. Видимо, вот эта вот хрень воняет. Раньше здесь даже мощи не было, это они вот перед сезоном положили шиксы и продолжаются на стилы. Здесь есть такая вот шлаут-зона. Как-то я смотрел, как-то тут ходил бы, она была еще пятком забита, а сейчас что-то спокойно. Ну, хотя, дело к закату уже. Да, запахи странные. Кто прям сегодня здесь отдыхает, напишите, кто в курсе за эти запашки. Так, вот еще как бы такой вход-выход, да, с надписью Чайка. Смотрите, ну тут, короче, работы кипят, идут, поэтому и нету, нету людей на этой площадке. А вот тут есть такой сквер напротив стройки. Тут, видимо, какая-то гостиница большая-большая строится. Если я не знаю, что это, кто в курсе, напишите. Вот такой вот сквер прикольный, теневой, по крайней мере, от солнышка можно отдохнуть. Пожизненные пробки, ну и, соответственно, туда уходит набережная. Ну что, ребята, как вам пляж? Очень интересно будет почитать ваше мнение, пишите их в комментариях. Очень надеюсь на вашу поддержку в виде лайка и репостов в свои социальные сети. Дайте обратную связь, это займет у вас буквально одну минутку, а для нас это огромная поддержка. Это очень помогает в продвижении канала. Я с вами прощаюсь, до новых выпусков. Пока, увидимся завтра. Пока. Пока. Пока.